Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова, который откроет наш заседание. Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова. Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова. Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова. Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова. Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова. Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова. Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова. Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова. Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова. Встреча с вступительным словом предоставляется вице-мэру города Оши для пары Драк-Червонова. Большое спасибо, Атропат Бородович, наступительное слово. В первую очередь, позвольте мне представить участников нашего круглого стола. Честно говоря, состав немного большой. Если позволите, кого я знаю, представлю, а кого я не знаю, представится самому и должность. Ну, в первую очередь, лицемэр города Шурманов, главный архитектор города Шурманов, Атропат Бекович Кудушев, заведующий отделом градостроительства в Камере города Шурманов. Атропат Бекович Кудушев, руководитель разработки генерального плана города Шурманов, Атропат Бекович Кудушев, представляет Харгызский блог, в основном, в институт поездки, на градостроительстве. Гурбой Владимир Владимирович, мархитектор города Шурманов. Генеральный Газирович Кулузаков, руководитель общественного и городского развития. Мой товарищ по оружию и попробуем мазонировать. Акимов Азередов Абтекович, специалист по шкопастиктуры. Наталья Азередов Абтекович, представитель городского города Шурманов. Особо завернется на Абтекович, вице-бер горлова Маличи. Донай, господи, не забыть. Начальник бюро взрослый из города Шурманов. Порский господист, Шурманов, руководитель общественного и городского развития. Генеральный Газирович Кудушев, руководитель общественного и городского развития. Среди администрации, представитель организаторов, руководитель общественного и городского развития. Право-неразначенное жилье в городе. Среди администрации, проверим от общественного и городского развития. Антонова Светлана Валерьевна, Светлана, Светлана, Светлана. Антонова Светлана Валерьевна, Светлана Валерьевна, Светлана. Антонова Светлана Валерьевна, 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 Светлана Валерьевна. возможностей и перспективы, реализация которых способна обогатить практику градостроительства. Переломный период в кыргызском градостроительстве обусловлен сменой типа урбанизации, трансформации источников и движущих сил, а также с кардинальным образованием социальной и ресурсной базы современного градостроительства. В общем, мы понимаем, что государственная градостроительная политика Кыргызстана – это система взглядов, методов и знаний, на основании которых вырабатываются взаимоувязанные действия в сфере социально-экономических процессов, урбанизации и сопряженных областей, направленные на решение актуальных проблем градостроительного развития с учетом долгосрочных стратегических интересов страны. Государственная градостроительная политика опирается на весь исторический опыт отечественного градостроительства. Термин «градостроительство» стал в Кыргызстане традиционно обозначать практику градостроительного планирования, развития и обустройства всей территории Кыргызстана, всех ее земель, районов, а не только городов и поселений. Градостроительство обеспечивает функционирование и развитие крупнейшего сектора реальной экономики, имеющего дело с использованием земель, оборотом недвижимости, строительством, регламентами застройки земельных участков, параметрами жилых, общественных, промышленных, коммерческих зданий и сооружений, инфраструктурой и развитием городов. Поселение и шилищно-коммунальным хозяйством. К сожалению, в настоящее время процессы в этой сфере часто происходят стихийно, отличаются низкой координацией действий и участников. Это связано с многообразием задач, закрепленных градостроительным кодексом Кыргызской республики. За градостроительством, унаследовавшим многие черты от периода централизованной плановой экономики и политическая система с сильными функциями и возможностями, отводившимися градостроительной деятельностью в советский период. Основное назначение государственной градостроительной политики Кыргызской республики – сформировать целостную, четко выраженную позицию государства по пространственной организации территории Кыргызской республики, развитию городов сил, агломерации, мегаполисов, характеров и воздействия на динамику процессов, урбанизации, расселения, многие, которые обеспечили бы преумножение и сохранение народа в условиях глобализации и экономики. В общем, хотел сказать, что в настоящее время мы сталкиваемся, что при реализации генерального плана города ОШ и при разработке генерального плана мы сталкиваемся с такими трудностями, как отсутствие четко выраженной стратегической государственно-городостроительной политики. В связи с этим, воспользуясь моментом, я предлагаю рассмотрение актуализации генерального плана города ОШ и считаю необходимым такие моменты, как прекращение, то есть прекратить инвестиционное давление на город точечной застройкой. Вы знаете, что точечная застройка и обеспечение открытость информации об инвестиционных конкурсах, законодательно запретить квартальное и уплотнительное строительство сложившейся застройка, захват и застройку земель общего пользования, сохранить общественное пространство города на всех уровнях, от городского двора до центральной почты. Создание благоприятное, доступное для всей категории граждан городской среды, комфортное для жизнодеятельности и проживания. Создание условий для устойчивого и комплексного развития территории города на основе территорального планирования и градостроительного планирования. Осуществление градостроительной деятельности с обведением требований градостроительного законодательства. Создание условий для обеспечения инвестиционных и привлекательности города. Обеспечение комплексного подхода к благостройству городских территорий. Улучшение архитектурного облика города. Исключить застройку озелененных городских территорий. Социальные гарантии, комфортность и доступность качества жизни жителей Ваша должны быть учтены в градостроительных когментациях, то есть в плане города. Первоочередными должны быть аспекты функционирования города, а не интересы строительных компаний. Рассмотреть строительство социального жилья, в то время как коммерческие жилья занимают земли и наносят решение интересам жителей. Обеспечить открытость информации и инновационных конкурсов. В общем, у меня все. Если не по вопросу будет, я с удовольствием. Димурат Кулатвик, спасибо вам. Конечно, у нас планы всегда на то, они и планы, что есть надежда что-то изменил к лучшему. Что сегодня у нас происходит, Ваши? Какие текущие проблемы в сфере застройки и зимнепользования препятствуют перспективному развитию города? Предлагаю именно по этой теме нам высказаться, обсудить. Карача Кусеина, я уверен, свой богатый опыт Бишкека может нам рассказать тоже. Я уверен, многие моменты и Ваши, наверное, такая проблематика схожая. Правильно? Кто может высказаться по этой теме? Карача Кусеина. У нас в Бишкеке уже болезнь, которая называется коррупция в строительной сфере, зашла настолько далеко, что практически мы потеряли первичный облик этого красивого города, который был очень самым зеленым в Советском Союзе. Потеряли парковые зоны, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, все застроены у нас. Поэтому мы просто наблюдаем, что происходит в Ваши. У Вас еще только началось это все. И я приветствую то, что здесь очень такой главный архитектор с государственным подходом. Потому что очень многие вещи, которые мы видим здесь, тоже точное строительство, по крайней мере, есть попытка сделать это все в рамках закона из СНИПов. Например, знаменитая стройка, где раньше был Аман-Ван, он был за красной линией. Естественно, при сносе старого здания строительство должно вестись, перенести за красную линию. В проекте все это так сделано, и они отследили, чтобы вот это было выполнено, не пределом красной линии. У нас же наоборот. Все строительство в центре, там красная линия, это уже давно забыли. И отслеживание вот таких вещей со стороны архитекторов, чтобы не нарушались те же смены, предоставительные нормы. Это мы видим, по крайней мере, на некоторых архитекторах, что это пытаются сделать. Но я бы хотела здесь сказать о том, что есть более глобальные вещи, которые будут сказываться на будущем облике города Ож. Это называется, я назвала это для себя, законодательная коррупция или коррупция на уровне законодательства. Дело в том, что основные застройщики, которые по крайней мере бесчинствуют у нас, они сидят во власти. Это депутаты, это члены правительства, это члены президентского аппарата. То есть это те люди, которые могут привлечь большие денежные средства, пролобировать получение земельных участков за бесценок и построить дом, продать его дочкам и уйти. И не нести никакой ответственности, что будет с этим домом в дальнейшем, в каком положении окажутся эти домщики. Приведу пример, что я не голословно это говорю. Депутат Таджула Кукиниши Замир Битбоев. Это у них семейный бизнес, строительная компания, побег ЛТД. Нармбек Молдобаев, депутат парламента, когда мы на него наехали, он быстренько вышел из учредителей своей средственной компании «Алпан-Строй». Но родственники нашего премьер-министра имеют компанию «Эмарк-Строй», которая сейчас застраивает благоославную зону в Бишкейхе. И таких, если мы возьмем наш городской киниш, то мы увидим, что там одни строительные, директора строительных компаний попали в парламент, потому что они будут логировать свой интерес. Молдобаева Кульнара – это директор строительной компании «Бишкейх-Крулуж». Финансиитова, депутат парламент, директор крупнейшей компании «Елизавета», которая практически здесь всю улицу каталога застрелила у нас. Тангатиев. Короче, Ксимов, это долгий список. Нет, чтобы все знали героев нашего города. Теперь, что они делают, попав в законодательную власть? Приведу пример. У нас очень хорошее земельное законодательство. Оно имело определенную стратегию. И там есть 78-я статья, что на землях общего пользования, это парковые зоны, когда нельзя строить капитальное сооружение. Пять лет. Но наш знаменитый господин Бикоев получил землю вдоль железной нашей дороги, и там проходят магистральные трубопроводки. И решил там построить капитальное строение в виде гаража и несколько этажей тренажерного зала. Ну, спортсмены будут там приезжать и тренироваться. Естественно, госэкотехинспекция наша доблестная запретила это сделать, потому что это земля общего пользования. Что делает наш Бикборг? Ах, нельзя строить на землях общего пользования, а мы вам изменим законодательство. И он инициировал законопроект обнесения изменений и дополнения в земельный кодекс именно на статью 78. И внес изменения в закон о дорожном движении. И теперь на землях общего пользования можно строить капитальные сооружения паркинги. При этом закон о дорожном движении он вписывает там такую статью, что нельзя на землях общего пользования строить паркинги точка. Он ставит запятую, кроме специализированных парков, паркингов и автостояр. При этом он не определяет, а что такое специализированные паркинги и автостоянки. Поэтому пришлось очень много побегать, и это не было никакого обсуждения абсолютно, не было ни общественных слушаний, ничего. Сделано было скрыто. Это мы просто случайно узнали, когда копались в законодательстве, что законопроект принят парламентом в трех чтениях, он ушел на подпись президенту. И мы бегали по всем этажам Белого дома, чтобы свои возражения предоставить аппарату президенту. Второе, наш любезный и любимый нами госстрой, который должен разрабатывать политику в области градостроительства, строительства, инициировав в июле месяце постановление строительства о параллельном проектировании и строительстве. То есть ты начинаешь строить без всяких проектных документаций, а потом, когда уже выкопаешь котлован, что-то будешь проектировать. И люди не знают, что на этом земельном участке будет, потому что проекта нету, а есть только замыслы. И был протест генеральной прокуратуры, был скандал, который мы устроили, и мы подали в суд. И мы выиграли в ноябре месяце судебное. Суд отменил незаконное постановление правительства о параллельном проектировании и строительстве. При этом мы учли опыт других стран. Например, параллельно проектирование и строительство только было прописано в законодательстве в Белоруссии. Но это касалось промышленных строек. Ну там коровник надо, чтобы быстро построить, инвесторы не ждут, да? Но Лукашенко разрешил это, да? Можно кормить. Но он отменил это все. Почему? Потому что это привело к ухудшению качества построенных объектов, и это было отменено. Можно я добавлю? И вот я теперь хочу сказать, как главный архитектор города Аша, вот можно я это скажу более? Все знают, что происходит у нас в законодательной сфере. В условиях, когда будут приняты законы, да? Когда прокуратура, которая завела не одно уголовное дело о строительстве в парковых зонах, да? Что она будет делать? Она будет просто видеться, зреть это все. Второе. Сможет ли главный архитектор проекта противостоять точечному строительству и вот этой коррупции, если ему будут сувать в лицо вот эти незаконные законы, принятые парламентом? Конечно, нет. И вот это самое страшное. Можно бороться с одним застройщиком, подать на него в суд, отменить постановление о предоставлении музейного участка, можно податься гадами. Но что может сделать какой-то НПО или гражданские активисты, и даже те люди, которые, профессионалы, которые понимают, какое безобразие творится в строительной сфере? Что они могут противопоставить вот этим? И вчера, вот 30-го, Мамбетов, Джугар-Кукинише, уверял депутат, что параллельно инициировали закон, мы отменили постановление правительства под законный акт, который не соответствует законодательству, а он теперь инициировал закон, который противоречит существующему законодательству, и убеждал депутатов, что это благо. Почему? Инвесторы не ждут. Чего не ждут, непонятно. Поэтому вот у меня вопрос. Сможет ли доблестное, Урска, не шли какой-то главы архитектуры противостоять коррупции на законодательном уровне? Кажется, Ксения, я сейчас дам им слово. Конечно, есть всегда конфликт интересов. Для этого мы и обсуждаем, чтобы соблюсти некий баланс. Есть, естественно, интересы граждан, сообщества, есть интересы государства, есть определенные моменты, которые могут быть вот такие широковатые, про которые вы рассказываете. Не без этого. Об этом, по крайней мере, прямо мы говорим, и определенные, может быть, противостояния ведется. Давайте мы сегодня более, скажем так, конкретизированно обсудим вопросы, связанные с ОШОМ и ее проблематику. В частности, существующие застройки, в частности, разработки генерального плана, его перспективного развития, и какие есть выходы, решения этих проблем. Мне кажется, это тоже актуально, тем более мы находимся в АШЕ, обсуждаем эти вопросы. Спасибо вам, Алексея Гусеевна, за ваше выступление. Мы сейчас дадим слово главному архитектору. Позвольте, пожалуйста, он уже просит. Спасибо, я сейчас допомню еще раз. Вообще сейчас мы, в отличие от других городов, конечно, как Алисия Гусеев сказала, мы постараемся соблюдать и сохранение исторической сельности города ОШОМ и реализовать генеральный план. Это по закону. Мы хотим реализовать генеральный план, то есть строительство многоквартирных, многоэтажных домов, то есть многофункциональных, то есть живых комплексов, мы сначала рассматриваем не точечную застройку, а мы рассматриваем комплексно. Мы рассматриваем проект детальной планировки целого квартала. Если этот градостроительный документ этого квартала отсутствует, тогда мы сначала определяем границы и предварительно разработаем эскизный проект квартала и согласовываем с разработчиками генерального плана. После этого, после согласия генерального плана, и там не только мы предусматриваем индивидуальные, то есть многоквартирные жилые дома и много с торговыми и с другими помещениями, и мы тоже предусматриваем и социальные объекты, школьные и дошкольные объекты и с учетом других объектов. Я хотел еще дополнить, сейчас, Денис Анатольевич, одну минуту, я хотел еще дополнить, Кольцовик Сыринович, присутствующий, то, что вы говорите в Бишкеке, в Бишкеке до сегодняшнего дня нету правил зонирования, что, конечно, снижает эффективность городского планирования землепользования и застройки в городе. В АШР с 2003-го этот продукт существует, нормативный документ. Мало того, в 2007 году мы ее обновляли совместно. И есть большая вероятность, что как завершим генеральный план АШР, будем изменять и с учетом нового генерального планирования. Поэтому, я думаю, чуть-чуть другая ситуация здесь вообще. Вот, Дзянузак Викторович, вам все равно. Я, наверное, добавлю следующее. По сравнению с Бишкеком, ОШ находится в более, что ли, в таком лучшей ситуации. Действительно, в Бишкеке нет правил застройки землепользования и нет проекта детальной планирования, разработанных, обоснованных, соответственно, генеральных планов, детализованных, таким документам. Но в АШР, несмотря на то, что генеральный план не утвержден, в АШР уже разработаны проекты детальной планирования. Вообще, я на своей презентации показываю, что есть такие проекты детальной планирования. Они, хотя они утверждены, но они находятся в работе управления архитектурой, И они вообще им пользуются. И когда возникают вопросы по развитию строительства, конкретные текущие работы, они в каких-то моментах, где необходимо какое-то объяснение, толкование или согласие наше, они направляют нам совместно работы в нашей институте автор генерального плана. Мы давно это практикуемся. А в Бишкеке такой ситуации нет. В Бишкеке эта ситуация только налаживается. Сейчас, как вы знаете, Бишкеки на дну начали разрабатывать проекты в центральной части. Года два понадобится. Плюс необходимо принять правила застройки земли пользы. Меря города Бишкек с приходом нового мера, она распоряжена. И сейчас инициируется начало разработки, выделяются деньги на разработку правил застройки земли пользы. И тогда, наверное, если все это будет сделано, уже ситуация Бишкеки должна будет выглядеть. Да, да, да. Да, ну, вопросов нет, да? Нет, я по-моему, ситуация в вашем случае не могу сказать. Меня зовут Бишкеке, я работаю в организации Интерквей. Мы уже на более восьми лет занимаемся в основном использовании земли в городе Лош. И у нас, да, есть в городе Лош-Клаево застройки земли пользования, но при этом все равно застройщики умудряются нарушать их. Вы сами прекрасно знаете, очень много незаконных поскольку мы уже аккуратны, сколько вокруг своем объеме. И, естественно, если мы хотим иметь город с привлекательными людьми, мы должны, как бы, попросить освободить эти земли. Я знаю, что в этой стадии это, я знаю, что идут сумерные оперативства. Я не буду перечислять фамилии, кому эти незаконные строительства принадлежат. Это будет принадлежать лучшим ИЦНРам. Мы с вами прекрасно об этом знаем. И, конечно, естественно, в первую очередь должна быть политическая воля, да, по реализации правил застройки земли пользования. Должна быть просто политическая воля. Мы упустили парк, который был бы ее правосновательным. И мы прекрасно знаем, кто там и кто за этим стоит. Я не хочу, чтобы организацию Энтерпелину воспринимали как блок противостоящей мыли. Мы с мэрией платформы работаем. Вот Ань, Бурат знает, и Табар Туратов знает. И прекрасно мы должны понимать, что мы защищаем интересы города и интересы населения. И если вы поддерживаете этот интерес, мы должны идти вместе и реализовать эту политику. У меня только два вопроса, которые, мне кажется, сейчас вполне реально может решить. Это относительно положения по службе и взятия жилья. Об этом мы уже говорили четвертый пункт. Из-за того, что этого положения нет, мы писали в правительство. Минюст нам запретил, когда мы свое положение сделали по АШУ и хотели пропустить через местный химиш. Это положение, оно готово. Проект этого положения есть. Минюст нам запретил и сказал, что согласно земельного кодекса это право принадлежит правительству. Правительство его до сих пор не делает. И когда мы уже с правительством разговаривали, они не сделают. Они что сказали нам? Что у них будут большие проблемы при изъятии крупных государственных объектов. Например, при мероприятиях, связанных с энергосистемой, при строительстве без и так далее. Там тоже нужно изымать какие-то дома, участки, осмотрения, собственность и так далее. Поэтому нужно этот вопрос решать локально. Если у правительства не хватает политической воли принимать это положение на государственном уровне, так пусть это право отдадут мыле. Пусть мыле уже принимают самостоятельно. Уместо, конечно, есть законодательное, скажем, право, да, это институт, законодательное место и суд, которые имеют право регулировать эти вопросы. Мы же не можем все время жить и нарушать право людей. И, конечно, я всегда выступаю, когда поднимается изъятие, бякой, и чуть ли интервелин там не открывает офис, и мы туда приходим на работу. Ну, поверьте, нам это не нужно. У нас куча, да, своих проблем. И поэтому, мне кажется, это нужно решать быстрее. Тем более, сноса скоро пойдут. И пойдут и по улице Розапова, и пойдут и по улице Можская, и пойдут по другим городам. Мы не говорим, что изъятие должно быть. Ну, не должно быть, да? Хорошо. Ради развития города должно быть, но при этом учитывая интересы и права людей. Да, да, да. Я хотел бы дополнить. Да. Действительно, вот такой документ нужен. И это в первую очередь, даже, наверное, в первую очередь, связано вообще с развитием. Понимаете? Если вот такого упорядочения отношений, взаимоотношений собственника, зеленого участка или здания и потенциального инвестора не будет упорядочен, то инвестор не сможет в полной мере планировать свое развитие, свой бизнес. Поэтому это ведет к потере инвесторной привлекательности. Поэтому такой документ нужно принимать. Если потеряем инвесторные деньги, сюда не вводим, и развитие города приостановлено. Основным тормозом сейчас по реализации генерального плана, как я уже докладывал, генеральный план предполагает полную конструкцию и с нестолького жилого плана, все это должно идти под снос, и потратить новые деньги, должны строиться новые здания и зарубления. А вот без вот такого упорядочения, вот такого закона, где затрагиваются не только интересы хозяева, жителей города, но и интересные инвесторы. Если такого закона не будет принято в ближайшем времени, то и развитие города будет тормозиться. Будет ограниченным, да? Запортура, ты хочешь дополнить? Ммк. Ммк, бираз бары башалдарха кэтчим км. Малыматышменсерга оттойки. Бүмк, в Доншаймдах, Яска Мелия. Эскережақшайты. Игеліктерге, бесши башалдар, меніне башы наекчен. Блингіссер, менсердге, бүмк, Бүмк, Мы генплан, В Доншаймдах, 2007-200 сглаза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 НПО, даже книжку издали, как зарегистрироваться право собственности многоэтажных дома. И все это приводит к тому, что люди сейчас ходят по судам, отменяют незаконное постановление мэрия о предоставлении в аренду земельного участка под строительство, чтобы вернуть себе в домовой земельный участок в том объеме, в каком он был. В моем доме до того, как я стала председателем, земельный участок на каждую квартиру 5 квадратных метров, местоположенных 25. Почему? Потому что последние микрорайоны, они уже были сформированы как вплотненные застройки. Еще плюс отняли у нас. И получилось, что практически жители многоквартирных домов во многих случаях не имеют практически земельного участка. И при этом пласят налог за землю под домом вместе с налогом на недвижимое. То есть вот такие парадоксы, они порождают большое неприятие всех структур. Но у вас в этом плане, конечно, может быть ситуация немножечко другая. Я сейчас расскажу. Адимур 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 Адимур, мы сейчас, то что я сказал, у нас мы работаем как положено. Вот, например, приведу пример. У нас есть еще структур Невраимова, 28-й дом есть. Если вы знаете, эти жители сами уже в течение года не могут, да, вот, например, сами они соглашаться не могут. Двух, трех согласных. Да, они сами не могут прийти к общему согласию по границам этого дома. Мы уже третий вариант им отдали, а они до сих пор еще они согласию не принесли. По остальным домам мы предварительно направляем им эту определенную границу. И они дают письменную согласию и мы их объявляем. Я хочу, это следует после регистра, дайте, пожалуйста. Да, да, да. Ну я как представитель после регистра, мы сами заинтересованы, чтобы границы ПЗО были определены и зарегистрированы. Потому что мы регистрирующий орган, сами не можем определить эти границы. И приходит, поступает решение суда, там кто-то построил магазинчик, поступает решение суда, вот, признать право собственности на этот магазин. Естественно, земельным участком, магазин находится на земельном участке. Решение суда подлежит исполнению. А если мы уже вынуждены это решение суда исполнять, его в этот участок, ему маленький, давать госам. Но если бы границы всех многоквартированных, многоквартированных жилых домов были бы определены и зарегистрированы на основании правоустанавливающих аргументов, вот это незаконное решение суда мы бы уже не регистрировали. Мы бы дали ответ, что право собственности невозможно зарегистрировать, так как это находится граница ПЗО. Поэтому я считаю, что разъяснительную работу надо вести в такой крупном масштабе по всему городу. Надо вести работу с территориальными советами, работу по телевидению даже. Люди, которые знают своих законов, надо вести с ними разъяснительную работу. Я с вами согласен. Хотели дополнить? Да, я скреплюсь к право на работе на земельном участке. Вот я хочу облаботься, как бы я не смогу задать. А вот уже у вас были, что допислушители в архиве, допустим, нашли именно правоустанавливающий документ, допустим, земельного участка, решение оборудования земельного участка. И там, естественно, есть схема, есть площадь этого земельного участка. И вы заинтересовали хоть у одного многоэтажного дома вот такой правоустанавливающий документ? У нас, вот, в нашем архиве есть, у некоторых домов сохранились вот эти старые кадастровые планы, где мы можем определить отведенную им границу. Но у кадастровых планы это одно, а правоустанавливающие документы, это уже, знаешь, в ОСАК и ПТО, мы можем определить границу по этому кадастровому плану. Нет, я не имею в виду другое. Да, потому что у нас уже, как я сейчас сказала, у нас уже была большая работа проведена именно с ГРС, и люди сейчас у нас именно в архивах сидят, gostar-с气ят первоначальные документы, которые каждому дому многоквартирному выдается земельный участок, именно вот здесь вот земельный участок под строительство, допустим, такого там многоэтажного дома. И когда люди сахиваются документы, госрегистр, у нас сейчас регистрирует право собственности. То есть именно, вот, поэтому первоначальному право достоверящему документу. Изначально у нас госрегистр очень сопротивлялся этому. Мы хотели, говорили, нам нужен проект архитектуры, нам нужна подпись мэра, но мы как-то доказали, что это первоначальный документ, он подлежит просто регистрации, потому что там есть схема, там указана площадь земельного участка, и госрегистры у нас сейчас регистрируют, и у нас есть уже третий документ. Нет, если нам предоставят такое право устанавливающие документы, мы обязаны это регистрируют. Конечно, а мы с ним. То есть у вас такого пока нет? Такого пока нет. Можно я в законном мэрии? Давайте вот по ПЗУ, вы сейчас расскажете, мы на другую тему перейдем, потому что мы долго в одной области. Мы с ПЗУ не занимались, если бы это не ситуация, а вот в 2009 году, когда мы инвестирули вентаризацию муниципальных взрывов земельного участка. И тогда вот когда стали, госрегистр, целая комиссия была, госрегистр, архитектура и правительственная организация, стали подвадатно смотреть, что в городе, что где расположено, вот тогда и всплыли эти вещи. Я почему очень рада говорю, может быть, у вас достаточно информации нет, потому что некоторые придомовые участки, они проданы. И чиновники имеют красные книги. Вы помните, в 2010 году по улице Масарева, когда госдирекция инициировала, выкупила у собственника земельный участок, придомовый земельный участок. Да, 132-й. И тогда мы неделю там ночевали, отбивали этот участок, да, 4 дома. То есть очень много домов, которые и не знают, что это участки, потому что у меня за офисом стоит гараж. Вот этот участок тоже владелец, оказывается, владелец бывший чиновник недавно пришел, говорит, сносите гаражи, это моя собственная. Здрасте, ваша собственность. То есть вы реагируете на обращение граждан, но мне кажется, нужно инициировать полную инвентаризацию. Нет, вообще я какую-то разъяснительную работу находлюсь с территориальными советами. Да, да, да. Я с вами полную согласен. Необходимо информировать общественность, может быть, даже и проводить некие общественные слушания по данным тематикам. И я сейчас, короче, у нас времени не так много. Мы в одной тематике очень долго обсуждаем. Поэтому я предлагаю все-таки перейти на другую тему. У нас все-таки тематика нашего круга стала актуализация градостоятельной политики и землепользованием. Можно и ваше сделать. Текущую ситуацию мы видим. Есть проблемы и по ПЗУ, и по вопросам изъятия. Кстати, по изъятию рекомендую вам в правилах землепользования и застройки города ООЖ ознакомиться со статьей 13 основания для изъятия, где более-менее мы попытались расширенно внести в полномочию органов местного управления, в каких случаях мы определяем муниципальные нужды для изъятия. И какие процедуры чуть-чуть есть, мы дополнительно в свое время вносили изменения в земельный кодекс. Когда я работал в международном проекте, у нас была плотная работа с нашим парламентом, но как бы это не завершилось принятием закона. Я все понимаю, есть проблематика. Но давайте все-таки обсудим немного о новой городостроительной политике. Дянузак Печенович, я попросил бы вас эти вопросы. Сейчас я расскажу. Немного, чтобы вы рассказали о новой городостроительной политике, имеется в виду с учетом текущего проблематики землепользованной застройки, что нужно сделать, чтобы она была реализуемой и эффективной. Вот в этом плане. А можно до него, я скажу? Ну буквально, короче говоря, очень мало времени. Дело в том, что пока город не решит правовую основу землепользования, ни о таком градостроительстве говорить вы не можете. Почему? Потому что пока город тоже не проведет системную регистрацию права собственности многоквартирных домов в городе, Орш, вы не сможете ничего запланировать. Как вы можете планировать на чужой собственности какое-то строительство? Поэтому вот я не знаю, о чем будем мы говорить про градостроительство, если не решена основа землепользования. Короче, Алексей, я с вами согласен, но понятие градостроительства я считаю немного обширным. Дянузак Печенович. Да, я согласен с Коричей. Это действительно должна быть в том, что все деньги должны найти собственника. Законно, порядка должны найти собственника. Для этого что нужно сделать? Я вижу следующую главу. Значит, необходимо в муниципалите провести системную регистрацию из собственных муниципальных семей, предоставить какие-то акты, первоначальные документы и зарегистрировать в свои земли госрегистры. В том числе и государственные земли тоже зарегистрированы. И в том числе и ПЦУ тоже должны быть. Но это нужно делать, и это неотложительно. Это вполне с вами я согласен. Но главная задача и проблема, связанная, конечно, с правовым, но еще с экономикой очень сильно связана, с экономикой и финансами, с инвестициями очень сильно связана, с развитой инфраструктуры и так далее. Это очень глобальная сфера, которая в Ашей, в городе, в Бештеке, и вообще в других городах, и вообще-то становится достаточно сложная проблема. Вот мне бы хотелось в этой связи, в своем докладе, как вас прекрасно останавливалась, мне бы хотелось, что при ее какие-то предложения по поводу привлечения инвестиций, увеличения земельной ренты и именно для города ООШ, и в Бештеке, для наших корпоративных условий, какие-то, может быть, предложения или видения остановилась бы она, и что-то бы поговорили по этой теме, именно в Увязке с городом ООШ. Вот именно об этой проблеме мы хотели бы обсуждать. Давайте послушаем Елену. У нее есть свое мнение, она хочет высказать. Поэтому, наверное, какие-то вопросы я буду сейчас не совсем точно цитировать. У меня три пункта, которые я хотела прокомментировать. Первый – это по поводу выступления главного архитектора. Честно говоря, вопрос запрета на точечную застройку, знаете, это такая амбивалентная штука. Вы запрещаете строить точечную в центре, тогда строить где? Потому что понятно, что если вы запрещаете в центре, значит, мы строим либо на окраинах, и опять выходим к вопросу разрастания города, либо мы тогда комплексно застраиваем. То есть здесь вот как бы у нас тоже есть ряд мэров в России, которые чуть ли не на законодательном уровне говорят, что все, мы точечную застройку просто запрещаем. И приводит это к тому, что люди, во-первых, начинают обходить этот закон при помощи всего того, что у нас тоже есть проблема. Но проблема-то в другом, потребность в земле все равно есть. И запрещая в этом месте, вы создаете ажиотаж либо на окраинах, либо тогда выходить на комплексную застройку. Что касается комплексной застройки и выкупа прикомплексной. Ну вот у нас, например, сделано следующим образом. И может быть там, я не знаю, сколько это будет правильная рекомендация, да? Но вот если есть эти проблемы с федеральной властью, которая там не хочет согласовывать закон, а нельзя сделать это просто вот... То есть у нас это сделано отдельной категорией проектов. Под это написано отдельное законодательство. Проекты комплексной реконструкции территории. И так как это отдельный юридический конструкт, то он позволяет прописать внутри себя свои собственные нормативы. И там написано, как идет выкуп. И там написано, как идет компенсация. Не для всего выкупа подряд, да? Чтобы не было вот этого смешения там, что мы выкупаем по одному и тому же законодательству и электростанцию, и там жилые дома и так далее. У нас это просто выведено в отдельный термин, да? Проекты комплексной реконструкции. И там свое законодательство. Под промышленность мы сейчас... Две недели назад было второе слушание закона. Написали отдельный закон под комплексную реконструкцию промышленных зон. И там свои порядки. Как идет выкуп, как работают с собственниками и так далее, и так далее. То есть вот в качестве предложения, может быть, пойти по такому пути, просто там в ПЗЗ, в Генплане, вывести в отдельный такой вид. Мы не просто выступаем... У нас такое есть... Ну, это действительно необходимо принять подобные вещи. Может быть, правило застройки землепользования, или на местном уровне принять какой-то закон, если это возможно, значит, законодательство позволяет... Это, я так понял, больше градостроительной документации, да? Проект комплексного... Нет, это вприсано параллельно в градостроительный кодекс и в земельный кодекс. Что есть проекты, которые точечные, да? Вот там построят торговый центр, это точечное строительство. А есть проекты, которые называются проект комплексной реконструкции, проект комплексной застройки. Это отдельный статус территории, он подчиняется... Естественно, он подчиняется всем остальным городским вещам, но там можно какие-то вопросы решать комплексно, да? Не только... Ее статус какой? Какие-то газы, газы, муниципальные... Кто ее принимает? Город принимает список таких территорий. И по каждому из них играется тендер. То есть это... На уровне городской думы, да? На уровне городской думы, да? Я правильно понял? Принимается... Эти полномочия у нас отданы муниципалитетам. То есть муниципалитет выбирает, где у него вот такие проекты. Но сама конструкция, что вот у нас есть такое понятие, как территории комплексного развития, закреплены в федеральной законодательности. А вот где они там у вас на территории? Разбирайтесь сами. У нас в федеральной законодательности такой конструкции нет. Пока что нет. Наверное, где-то нужно пример. И это позволяет увеличить тендер развития, да? В России. Во всяком случае, это позволяет отдельно прописывать какие-то вещи там, да? Комплексно, вот. Там есть свои перепосы, потому что начинают, например, реализовывая такие проекты, превышать норму плотности, да? Вот у нас там написано, что в Германии это максимальные плотности по территории города. А когда мы начинаем работать точечно, то там есть вот этот вот риск, да? Уходя в повышенную плотность, потому что там точечно, и как бы никто не видит. Но это уже вопросы просто качества там разработки территории и отслеживания, потому что публичное слушание у нас проводится там по каждой такой территории. И, да, и по поводу вот ВЗУ, у нас абсолютно такая же история, абсолютно с этими архивными текстами. У нас и все делают круче. У нас в архивах не находят этих документов. Просто документы. Вот, я участвую в качестве консультанции попали в таких историй, но вот моя позиция следующая, что крайне, в деле, должен быть город. Потому что этот город когда-то непроверен и выдал эту территорию. Я понимаю, что с юридичной точки зрения на это это неправильно, потому что как только появляется этот документ, возникает новый объект собственности, да? Когда его не было, как бы, ну, по идее, у них была чистая территория, и они рисовали новые этот участок. Но на мой взгляд, вот, с точки зрения нормативного и городкового регулирования, это ответственность города. Это город когда-то махнул рукой, и кому-то что-то выделил. Вот, пусть город будет ответчиком судебном разбирательстве. Потому что этот человек, который построил или купил территорию, участок, мы сейчас не говорим о том, что он там депутат, не депутат. Не важно, даже если он простой рабочий, он пришел на тендер или куда-то, да? И он получил земельный участок. Это, в конце концов, не его обязанность проверять опрачивство выкупленного земельного участка. Нет, сейчас, еще раз, да? Я тоже могу прийти и купить какой-то участок. Я не обязана знать о чистоте юридической. Это город обязан. И я думаю, что как-то это первый такой суд про юркий город. Выплатит неустойку. Причем неустойка здесь пострадавшей стороной в этом судебном процессе будет вот тот несчастный покупатель, которого сгоняют с участка. Потому что, да, он потеряет сейчас деньги, объекты и так далее. Я думаю, что после первого такого выплачивания, да, если такое вообще возможно, да, в вашей ситуации, город начнет понимать, сколько стоит такое вот рисование в чистом поле вот этих участок. И тогда это будет хотя бы какой-то экономический расчет. И последнее. Вот у нас, к сожалению, с 1 марта этого года отменили налог на землю под многоэтажными домами. И, на мой взгляд, город потерял вообще какой-либо экономический интерес в межевании земли. Насколько я знаю, у вас до сих пор собирается налог даже под многоэтажными домами. Вот у нас был случай, это город Самара, где посчитана стоимость межевания всего города. Они вот взяли и просто посчитали, сколько городу будет стоить размежевать весь город 100%. И потом они посчитали, сколько они налогов будут собирать, если они размежуют все. И оказалось, что проект межевания на весь город окупится через 7 лет. Потому что объем собранных налогов с этой уже деленной земли. Потому что у вас нет участков и не с чего собирать. Правильно? У вас же нет объекта налогообложения. Поэтому вот они посчитали 100%, и они вот сейчас как бы, ну, идут к тому, чтобы просто заплатить и 100% поделить. Москва занимается этим сейчас. Это приводит кучу конфликтов с архивными документами, потому что им лень разбираться, и там идет точечная вот эта история. Но тем не менее, Москва решила, что, ребята, мы сейчас 100% замежуем, и со 100%, откуда мы можем, будем собирать налог. Потому что это стабильно, цена земли растет, это нормальный источник постоянных денег. Вот почему бы вам просто не посчитать... А деньги налогооблачиваются. Да, почему бы вам просто не посчитать, я думаю, что это в каком-то периоде вы просто в ноль выйдете, а потом еще будете зарабатывать, и вот эти деньги, которые, может быть, вы там сейчас, ну, не горите желанием потратить на межевание, они просто окупятся через 5-7-10 лет налоговыми сборами с этой территории. Елена, спасибо большое. Действительно, очень много полезного услышали. Я думаю, у многих информация это приводит к размышлению. Может быть, где-то нам стоит перенять и российский опыт. Да, даже если взять то, что мы уже делали по правилам застройки и землепользования, наш руководитель, Александр Акадьевич Высаковский, покойный, он был представителем именно московской когорты, да, скажем так, градостроителей, которые они вначале там вели, а ошибки учли. И на этих ошибках, с учетом этой практики, мы водили в Кыргызстане. Поэтому ничего предосудительного я здесь не вижу, если где-то наработки российских коллег мы будем брать у нас. Вот только недавно была высказана реплика, что Ашане тоже хотят что-то там сказать. Предоставим слово представителям Ашаны. У меня теперь просто задается вопрос к вам, уважаемый адрестор. Мы говорим, и нас не только мы сами с собой сегодня общаемся, выводы не стали фиксировать. Какие-то предложения. Нараза архитектура ничего не фиксирует. Главный адрестор, главный архитектор города. Потому что я вижу, вам это неинтересно. Получается, что вот вы не любите свой город. Я здесь живу больше сорока лет, и вижу, как город гибнет. Как город гибнет. Как госрегистр архитектура дает. Вы же даете разрешение на строительство вот этого всего? Вы? Вы не госрегистр. Зачем даете? Извините. Да, я тоже не совсем распоряжаюсь. Я, например, смотрю на город глазами наших гостей. Я работаю в туристической компании. Я смотрю на город чужими глазами, и это ярче. Лицом к лицу лица не убедает. Мы привыкли к своему облику. И как мы все замечаем. Но давайте приведем в порядок сначала то, что есть. А потом уже будем говорить о том, что нам нужно генеральный слава реализовывать, строить там что-то и так далее. Мы не следим за тем, что у нас есть. Например, не может быть я ошибусь, насколько я знаю, в Узбекистане, в России есть государственная программа по сохранению облика зданий, построенных до 70-го года, до 70-го века. У нас эта программа может быть есть, но не работает. Посмотрите, в улице Курманжан-Датки, улица Ленина, это все здания до 70-го года. Единственное здание на этих улицах, это здание государственного университета, которое как-то поддерживает. В городе видна работа только. Вот памятное оселенение, вот, вот, по-мнизке поклонят все города. И службы Тазалы, которые действительно работают. Но архитектура, вы же самые главные наши. Вы лицо нашего города. Вот, город это лицо. Хорошая возможность встретиться. Ну, пожалуйста, полюбите свой город, как свой дом, как свою квартиру, как свою семью. И будьте вы, ну, не знаю, неприступным каким-то. Ну, ладно, вы лично там тысячи долларов не получите. У нас свадь. Но, зачастую, чтобы она не поймёт. Любовью горожан, поверьте, это стоит за много хороших верностей. Любовью потомков, что все будут говорить потомки. Вот, жил в нашем городе, а Джуман-Мат Джо-Доша. Он жил в нашем городе. Он был главным техникам. Можно, да, еще? И я, да, пожалуйста. Спасибо. Мы выдаём разрешение согласно законодательству, по закону. Но мы, например, по статистике, мы отказываем от получения. То есть, например, инвестиционных намерений, где-то 50-60% мы сейчас отказываем. Из-за того, что хотя бы, если не реализовать, а хотя бы сохранить этот город, мы отказываем от некоторых инвестиционных намерений, которые живут в земельных участках. Ну, не знаю, если я прошусь, конечно, откажите. Я, например, просто не хочу оправдываться, да, просто я честно говорю, что, например, мы сейчас работаем с такими принципами, хотя бы, чтобы нам не реализовать, да, вот мы хотим, чтобы сохранить... Аджимурат Платпехович, у нас, оказывается, времени уже... Мы пока проговорили, уже обед начался. Люди уже все идут, можем опоздать. Я хочу поблагодарить участников дискуссии за очень активное участие на круглом столе. В 17.30 в зале А будут озвучены предварительные итоги по секциям форума. Просим вас принять участие. Сейчас будет перерыв на час. После которого работа форума продолжится в других секциях, на которых вы также можете принять участие. Спасибо.